Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственной, мать ее, информационной системы по борьбе с коррупцией Посейдон. Слава богу, я думал, когда же они начнут бороться с коррупцией. Да, координатором будет администрация президента. Слава богу, честные люди, неподкупные. А оператором федеральная служба охраны. Ну тогда вообще все будет хорошо. Отлично, да. К сожалению, не сообщается, сколько тонн бабла на этом распилили, сколько, значит, вот этого всего стоило. Значит, методическую консультацию в помощи в работе системы будет оказывать Минтруд. Вот мы недавно обсуждали. Вот это морда вот, да? Да, да, да. Тогда все будет отлично. Порядок взаимодействия будет определен в течение трех месяцев. Также будут определены организации и органы, предоставляющие системе информацию. Но она будет аккумулировать, как я понимаю, вот эти вот закупки, вот эта вся вот эта вот история с аналитикой и так далее. Вот мы, кстати, говорили, что тут Краснов отчитался о 200, там, сколько, 50 тысячах. Да. А вот тут МВД пишут, что в 2021 году зафиксировало более 35 тысяч преступлений коррупционной направленности, что на 13% превышает уровень 2020 года. Вот, видимо, это и побудило создать, чтобы меньше попадалось. Слушайте, ну, понятно, что тема борьбы с коррупцией в нашей стране приравнивается к коррупции, потому что зачастую это удобный повод для того, чтобы выделить эти денежки и направить их в абсолютно неизвестное направление. На бумаге все будет гладко и красиво, а вот результата граждане не будут наблюдать. И так будет продолжаться, потому что выделять миллиарды рублей, я не знаю, мне даже страшно представить, сколько АП и ФСО, соответственно, запросило денег, чтобы эта система в кавычках заработала. Но что-то мне кажется, что эти суммы сопоставимы с бюджетами крупных городов. И пока мы будем миллиарды, десятки миллиардов выделять на какую-то коррупционную борьбу, коррупция будет только процветать. Вот когда мы будем патроны и места на кладбищах на борьбу с коррупцией выделять, вот тогда моментально этот вопрос будет разрешен. А сегодня, ну, действительно, ну как они сами с собой, что ли, все будут бороться? Ну, действительно, ну что это за, я не знаю, суицидальные какие-то мысли у администрации президента будут появляться? Да нет, конечно, они будут продолжать дальше новую систему сделать. Вот еще одно, сколько их за 20 с лишним лет, последних этих систем, типа, в жизни реализовано было? Ну, сколько? Они в десятках или в сотнях исчисляются? Это же бесконечный процесс. И для власти-то это самое крутое. Им не нужен результат. Им нужно, чтобы работа проводилась. Значит, можно выделять новые-новые бюджетные ассигнования. Там, ну, дома на рублевках будут шириться, выситься. Результат, правда, будет хреновый, да? И наши деньги, там, теневая экономика, там, какие-то коррупционные преступления будут доворовывать. Остальное, все то, что выделяется на пользу людям, ну, до людей почему-то не доходит. Поэтому, что такое госзакупки? Госзакупки в сегодняшней, современной России, это инструмент для коррупционеров, которые они узаконивают свои, узаконивают свои, значит, вот эти вот нелегальные, нетрудовые источники доходов. То есть, они не могут залезть, просто взять в бюджет. Ну, там, было, например, не знаю, выделили на бюджет региона, там, 100 миллиардов рублей. А они взяли, там, 10 оттуда и забрали. Ну, ну, как бы это могут увидеть, понимаете? Есть, там, депутаты оппозиционные, пусть немного, но все равно, да? Есть какие-то, там, значит, контролирующие структуры, там, со всеми же не поделишься, там, открытые вещи, ну, могут в цвет-то и козлом отпущение сделать. Поэтому нужна какая-то, нужен какой-то схематоз, чтобы все было же открыто. И они прибегают к теме госзакупок. Они эти деньги осваивают. То есть, проводится тендер, государственная, какой-то, значит, контракт заключается, да? На этот тендер выдвигается единственный поставщик по максимально завышенной цене. Или там происходит, соответственно, забыл слово на «кэ». Нет, нет, когда сговор... Картель. Да, там происходит картельный сговор. И, соответственно, все компании, которые выдвинуты, вообще принадлежат одному человеку. Или разным людям, но зарегистрированным по одному адресу. И куча других вариаций, да? Этот победитель по самым высоким ценам забирает эту отрасль, объект, строительство, что он должен поставить или продать. И обогащается невероятно. То есть, ему нужно создать какую-то бизнес-структуру. Абсолютно не важен, какой будет результат. Потому что принимать эту работу вот эти же чиновники. И, естественно, они подмахнут там любую подпись, закроют глаза на любые недочеты. Смоют дорогу весной. Да и черт с ней, новую дорогу сделают. Опять деньги можно будет выделить на эти работы, в частности, дорожные. И, естественно, какая, к черте матери, борьба с коррупцией? Какие госзакупки? Они молятся на эти госзакупки. Те же федеральные структуры власти. Те же правоохранительные органы. Ну, понятно же, да, что если что-то где-то закупают, значит, это чья-то дойная корова, и кто-то оттуда незаконно обогащается. Поэтому бороться с этим они не будут. Единственная возможность для российского общества победить эту проблему, это устранить причину, по которой, собственно, она у нас существует. А именно людей, которые ставят интересы своего кошелька выше, чем интересы общества. Продолжение следует...